я похож на него я похож на него бля я в натуре чокобой мне кажется мне надо аватарку на твиче поменять в стиле чокобой слышите как будто даже поменяю здорово чат здорово всех рад видеть не похож 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 но вот у меня такая же я такой я горшочек сейчас я прям горшочек спереди особенно для меня так нравится то что волосы становятся длинными и вперед ложатся какой кайф чем спотифаем решает решающий обелив вернет об икс космическое приключение да я удивился что на споте кто-то блять кто-то у меня заходит на споте я же сколько сколько когда я последний раз трек дропнул когда я последний раз выпускал музыку это бежал аж было без живому-то давно было да больше год назад лет шесть назад ну да 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 что-то около очень давно попросил своего начальника чтобы он убрал с площадок трек diamond скоро его не будет это просто чуть-чуть хочу почистить свою карточку сейчас везде доступ получу и почищу все потому что везде вк на добавляли всякой хуйни мне и так далее перед выходом альбомом просто хочу чтобы осталось у меня было два трека в карточке это глаза не врут и толпа про трек с чевкифом я знал еще ну типа давно мне арни про это рассказал я не поверил и думал что он просто стебется надо мной блять чевкиф фит big baby tape fit toxis что это еще арни фит чевкиф big baby tape и toxis ебать какой пиздец но я честно я не думаю что это знаешь фит на я я я не думаю что чевкиф вообще знает такой big baby tape и toxis как будто он может знать про арни как саунд продюсера не знаю как это получилось либо либо арни такие ебанутые коннекты либо лейблы там как-то базарили хуй знает может он за деньги не знаю вообще непонятно но это пиздос и на ли чапа там еще помада чапа чопа блять пять дней до до мне кажется мне кажется альбом будет просто охуительным но ощущение что для арни это вот работа всей его жизни это вот этот второй альбом никита фирма закрыли что думаешь не закрыли это просто проверка просто проверка естественно изъяли всю продукцию что они там продают и вот закрыли на период проверки я думаю все нормально там будет только мне понятно как сотрудники правоохранительных органов будет выявлять оригинал это или не оригинал но скорее всего они будут выяснять только то каким образом получена эта обувь как ее покупали платили ли налоги и так далее или это как-то все в серую в черную покупали вот это непонятно но мне кажется что у него все схвачено нахуй знает посмотрим что будет интересно реально вот это вот как как моменте человек живет все заебись потом на него просто обрушивается все просто пизда полнейшая даже страшно становится того что можно оказаться на месте ефремова в такой жопе просто пиздец ребят про спотик я знаю самого начала угомонитесь никто не взломал это это мог сделать блять любой чел который хоть чуть шарит за эту тему с индустрией вообще с музыкой как все это работает believe скоро вернет доступ они уже написали не парьтесь похуй вообще никита и прямо тоже был охуевшим и где он теперь где он теперь там же где и был чуть проебалась репутация я думаю через полгода всем будет похуй и точно так же все его клиенты которые к нему ходили те кто у него покупал точно также будут покупать вы покупали что-то у ефремова не думаю я тоже не покупал я говорю к нему приезжают челы просто на геликах покупать покупать себе жорданы по прайсу x2 и и зики и хром хардс тоже по прайсу 2 его его закрыли я знаю откроют через неделю я уверен проверка пройдет его откроют есть там конечно не обнаружится какая-то хуйня если обнаружится 100 гг здорово оцени лук мисс бихеев классно вот это вот узкая такая темка водолазочка кайф курточка мне не нравится это какая-то найковская накидочка и но джинсики не видно на особо на ты что-то натянул нихуя себе блять по пузо спустить бы их чуть пониже чтобы они лучше легли и норм курточку убрать джинсы пониже мисс бихеев оставить заебись ёбнишься просто а салон блять пизда вот цвет говно но там черный был салон насколько он охуенно выглядит пиздец вот этот только колхозная хуйня какая-то блять салон говно есть беленький какой-нибудь тут серый блять все в альканчаре нахуй полная альканчаров весь салон сука ёб твою мать как это приятно вы трогали алькантару когда-нибудь какая она приятная тут все в алькантаре дорого за хуйню электрическую как будто ты плачешь за комфорт я думаю что эта тачка дает невъебический комфорт тебе потому что садишься зимой включил подогрев руля включил массаж сидений ты сидишь тебе массирует спинку ты едешь трогаешь теплый руль включаешь спорт режим у тебя машина ускоряется ну за 3 3 7 3 8 до 100 я сам вахуй как обстоят дела с паничками у меня все нормально меня сейчас ужас накрыло последнее время но это еще учитывая то что три года ничего не было родной такое бывает такое бывает это нужно прорабатывать у меня панически прошли по меня панические атаки прошли тогда когда я понял что такое панические атаки перестал их бояться это так работает твоя голова так работает пока ты их боишься у тебя страх этот страх вызывает панические атаки и когда предпаническое состояние тесноется гораздо страшнее и ты в этом состоянии просто как снежный ком она у тебя взрывается в голове происходит паническая атака когда ты начинаешь понимать что это такое и перестаешь бояться панических атак ты у тебя получается это контролировать у меня и при этом я не ходил к психологу чтобы прорабатывать эту хуйню у меня это само прошло потому что я понял что это такое я перестал этой хуйни бояться я знаю что это никак на меня не повлияет что в этом ничего страшного нет как давно ты получил водительские права и не было ли у тебя страха перед вождением можешь рассказать про свой опыт обучения слушай а я очень сильно боялся водить машину почему потому что вот вы похожи на своих родителей поведением какими-то там моментиками похож на своих родителей вот я очень сильно похож на своего отца во многих моментах связаны там с психика и так далее очень сильно похож на своего отца и мой отец он нормальный человек но в плане вождения он чайник у него права уже больше 30 лет и он боится ездить за рулем он ни разу не ездил в москву на машине он боится он теряется за рулем он не может контролировать нихуя он очень сильно теряется он ездит вот так и я всегда думал то что я буду таким же я все думал то что я не смогу ездить не будет страшно но и через этот страх и я короче боялся реально понять то что я похож на своего отца, потому что я не хочу быть похожим на своего отца. Я реально боялся это понять. И вот этот момент, когда я сдаю на права, я думаю, блядь, вот если я сейчас буду хуёво ездить и буду бояться, тогда я точно похож, блядь, на своего отца, и всё. Я бы только себя задизморалил очень сильно, потому что я не хочу быть на него похожим. Я сдал на права, сел за машину, в первый день я просто начал кайфовать. Ну, естественно, сначала по неопытности тебе немного стрёмно. Потом проходит. Главное, этот страх перебарывать. Не сидеть дома из-за страха и не ездить на машине, а специально тебе страшно, ты садишься в машину и ездишь. Ты этот страх перебарываешь, у тебя становится всё заебись. Сейчас я сажусь в машину, я себя суперкомфортно чувствую. Да, типа, я не могу там в моменте там где-то на ТТК там шашковать. Я не хочу из-за неопытности. Но, типа, я себя очень комфортно чувствую. Минус косарь? Чё? Лёха отправил уже два доната, это третий. Те два доната даже не высветились. Ник, юзернейм, ответь, пожалуйста. Так, я их просто проскипал, родной мне... Не надо такие вопросы задавать, пожалуйста. Мне... Меня это не интересует. Я видел это в личке, меня это не интересует. Оставь себе. Чел просто мой юзернейм продаёт. Мой никнейм... Кориш Зи. Кориш Зет Уай. Не Кориш. Никнейм Кориш меня не интересует. Трячу на неё. Трячу на неё. Трячу на неё.